У меня нет слов. Это полное опустошение. Я сейчас до предела истощен. Я никогда не думал, что мне хватит смелости подняться туда. На вершине Андреас сделал уникальную фотографию для своей семьи. Его пальцы стали замерзать за секунды. Для пилота гражданской авиации потеря пальца может стоить карьеры. После мучительного спуска Андреас добирается до второго лагеря. Проводник Ричи Хантер смотрит, не нужно ли срочно эвакуировать его вниз. Сам видишь, появились желтые и черные пятна. Это точно обморожение. Ткань, возможно, отмерла. Сейчас самое главное, чтобы ладонь и дальше не мерзла. Не высовывай ее на воздух. Ни в коем случае этого не делай. Трудно пошевелить. Нужно как можно скорее спустить тебя в базовый лагерь. Слушаю тебя, Ричи. Простите, что так поздно. Только закончил обход. У Андреаса проблемы с ладонями. Да, это обморожение. Началось все с небольшого чага. А сейчас у него все классические признаки изменения цвета и структуры тканей. Андреасу нужна срочная помощь, но спасательные вертолеты на земле. Ночью в Непале никто не летает. Делать это в темноте слишком опасно. Ему придется ждать утро. Я очень хотел выжить и вернуться домой к семье. Несмотря на ужасную боль в руке, ты знаешь, если не доберешься до базового лагеря, то семью ты больше не увидишь. Беззаботный момент может дорого ему обойтись. Если погода изменится, то нет никакой гарантии, что его подберут и утром.